Приветствую вас! Вы знаете, есть такая вот интересная особенность у некоторых людей в поведении, называется зависимым. Вот. А когда два человека зависимы друг от друга, это называется созависимость, у вас созависимость. Вы терпите отношение к себе, ну, явно не, знаете, какое-то ценностное, не явно какое-то, какое-то вот хорошее. Вот. Вы, на мой взгляд, позволяете сами в некотором смысле творить девушке с вами вот всё, что ей хочется, всё, что ей хочется творить. И это... это не хорошо. Это не хорошо. Это не здорово. И она вас бросает, она пытается вас поменять, она пытается сделать что-то ещё. Вот. Ну, это не любовь просто. Это просто не любуешь, понимаете? Ну, вот. А когда человека любят, когда партнёра любят его, всё-таки принимают полностью таким, как он есть. А ваша девушка вас не принимает. Вот. Ну, я не говорю, что это прямо обязательно, знаете, прямо плохо, да? Я не говорю, что это прямо, что она такая шка. Нет, просто это, ну, не любовь. Вот. А вы позволяете ей так вести с собой. Вот. И вы тоже созависимы. То есть вы нуждаетесь с ней. То есть у вас болезненная нуждаемость в ней, в отношениях с ней. Вот. И вопрос, который вам нужно задать себе. Почему так? Вот. То есть почему я для неё меняюсь? Почему я из-за неё меняюсь? Почему я вот веду себя вот так? Снова и снова. Что она для меня значит? Девочкой я имею в виду. Вот. Что я вот так вот готов, ну, вести себя, готов так поступать. Вот этот вопрос вам нужно себе задать. Понимаете? Вот. То есть не пытаться понять, что ей нужно от вас. А спросить себя, что вам нужно от неё. Потому что вы же возвращаетесь с ней снова и снова. Вы говорите, что вы её любите. Хорошо. Но если вы её любите, вы любите себя. А если вы любите себя, вы не позволили бы никому так вести себя с вами. Так что у меня большие сомнения насчёт того, что вы себя любите. А если вы не любите себя, то вы не любите её. Ну вот и всё. Такая вот арифметика прощает. Понятно, что у этого есть какие-то грабации. Понятно, что это не обязательно прям на 100% так. Но в целом то есть ни у вас, ни у неё чистой принимающей любви нет. Это факт. Это факт. И вот точно там вот к любви примешана потребностная сфера. Это тоже факт. Вот. Понимаете? Ну вот. Из этого нужно исходить. Поэтому, впервые нужно разобраться в себе. Что я хочу. Что мне нужно. Потом уже всё остальное. Потом уже всё остальное. Вот. Ну. Как-то так. Вот. Как-то так. Примерно. Такой. Вот. Примерно. Примерно. Такой ответ можно задать. Такой ответ можно дать. Примерно. Вот. Вот это то, что я могу вам ответить. С точки зрения, наверное, профессиональной психотерапии. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Кстати, у меня к вам ещё вопрос возник. Вот по ходу ответа. Вот вы говорите, что ей от меня нужно. Так а мы не знаем ни из-за чего вы расстались. Ни почему вы вместе сходились. Как, не имея этой информации, можно сказать, что ей от вас нужно. И как решить проблему. Как можно сказать, если мы не в курсе характера ваших отношений. Даже. Понимаете? Такая вот история. Такой момент. На этом всё. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится и вы всё-таки обретёте гармонию. Если нет, то вы можете выбрать психолога и поработать над отношениями вместе. Один либо с девочкой. Всего вам самого доброго.